ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края 9 августа забайкальцы почтили память жертв политических репрессий. Сначала дети и внуки репрессированных, а также просто неравнодушные люди возложили цветы и венки к памятному знаку на улице Амурская в Чите. Затем в организованной колонии последовали до мемориала в селе Смоленко, где на 550 гектарах земли в Сосновом лесу захоронено от 6 до 8 тысяч людей, арестованных по всей стране и расстрелянных в 30-е годы прошлого столетия в застенках НКВД. Здесь был расстрелян мой дедушка Антон Казимирович Ярошевич. В 31-м году, в апреле месяце, это произошло событие. Он был арестован, как и, видимо, по доносу. Что-то кому-то не понравилось. Семья у него была большая. Вообще они приехали из Белоруссии, западной части, сюда еще в начале какого-то 20-го столетия. Вот здесь обосновательцы жили. Земля была хорошая, достойная. Дети были все. И, в общем-то, все они выросли и стали достойными людьми. Вот мы уже, так сказать, кто? Потомки. Я внучка, а это уже правда, Петр. Вот мы пришли, чтобы почтить, вспомнить, поклониться этим, в общем-то, святым местам. И очень трагично. Массовое захоронение убитых было обнаружено летом 1991 года. Тогда сотрудники госбезопасности совместно с поисковиками и представителями общественного комитета памяти вскрыли одну из 50 могил, найденных здесь. В ней они обнаружили 51 труп с отверстиями в черепах. Как показала судмедэкспертиза, все эти люди были застрелены из пистолета «Кольт». Через год, 9 августа, их перезахоронили в братской могиле. Мемориал нам нужен, безусловно, поэтому он должен носить, на полный взгляд, статус краевого. Почему? Потому что, вот если посмотреть книги памяти, ну, 3-5 процентов – это чтиц, а все остальное – массив. А это тысячи, тысячи людей. Это люди, которых привезли в Читу, и здесь они окончили свой жизненный путь. В 1937-18 годах репрессированных людей, а в основном это были более 99% мужчин, расстреливали в подвалах НКВД в Чите. Затем их тела грузили на три грузовика и вывозили ночью в лес около Смоленки, который до 50-60-х годов сотрудники ОКОС-органов охраняли как особую зону. Мы казаки, которые живем за границей, тоже помним, кормим, молимся память о тех, значит, независимых. Были они граждане Советского Союза или в диаспоре жили, это все русские люди. И помним это, не дай бог это повторилось бы, как сейчас идет, значит, на Украине. В настоящее время мемориал напоминает лес, в котором то там, то здесь встречаются могильные кресты, а к деревьям прибиты керамические таблички со старыми фотографиями политзаключенных. Надеемся, что это кладбище когда-нибудь станет настоящим мемориальным комплексом со стеной скорби, на которой будут перечислены имена всех невинно убиенных в те годы. Леана Ситхалилова, Анна Хвостова, специально для Забенфору.